Одно из ведущих машиностроительных предприятий страны. Алтайский завод прецизионных изделий выпускает топливные системы, которые пользуются в выпуске двигателей для крупных производителей, как на гражданские автомобили, так и на военную технику. Накануне предприятия посетили заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Под впечатлением от предприятия реально флагман на сегодняшний день. И та продукция, которую вы производите, она не просто вас требует, а именно в этот момент, когда предприятие КАМАЗ наращивает поставки своей продукции в зону специальной военной операции, вы еще и делаете ваш вклад в нашу победу. Сегодня в условиях санкций завод замещает продукцию, которую ранее поставлял на российские и белорусские рынки концерн «Бош». В этом году предприятие планирует удвоить объемы выпуска. Кстати, Турчак высоко оценил производственные возможности предприятия. Таких предприятий достаточно сегодня в структуре всей отрасли промышленности Алтайского края. И учитывая, что потребности в продукции серьезно, значительно возросли, мы уже нарастили численность в этих предприятиях на 2000 к концу прошлого года, относительно того, что было совсем недавно. И сегодня уже вакансии еще 2700. На сегодняшний день вакансии в такие наши предприятия. Пользуясь случаем, Андрей Турчак отметил, что у жителей Алтайского края очень сильный и эффективный губернатор. Я с определенной периодичностью бываю, не только в Барнауле. Но реально меняется картинка. Меняется картинка и то, что мы сегодня увидели. Поэтому вот так, как бы сообщая, плечом к плечу, мы выстоим и этот тяжелый период обязательно. И экономика Алтайского края будет развиваться, ну и, собственно говоря, и ваше производство. По всей видимости, достижения последней пятилетки позволили Виктору Томенко заручиться поддержкой партии «Единая Россия» и самих жителей. Накануне в Заксобрании Андрей Турчак также поддержал кандидатуру Томенко на пост губернатора. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.